Итак, всем привет! У микрофона Эйди. И сегодня мы посмотрим еще один глобальный мод для GTA 5, который называется Red Dead Desert. И данный мод добавляет пустыню на востоке карты. Давайте сядем в Маверик и отправимся в то самое место. Let's go! Поехали! Точнее, полетели. Если посмотреть на карту, то нахожусь я именно здесь и лечу прямо на восток. И уже вот видна некая прорисовка этой пустыни. Конечно, она пока что не прогрузилась, но вот некоторые очертания, какие-то уже скалы, горы, что-то виднеется. И давайте подлетим поближе. Тут не так уж и далеко лететь. Давайте подлетим поближе и где-то мы уже приземлимся. Вот так это смотрится с высоты птичьего полета. Я предлагаю уже опуститься пониже, заспавнить машину. Ну и, конечно, покататься на каком-то внедорожнике, либо Ford, либо, конечно, Dodge. Я постараюсь грамотно приземлиться. Давай не подведи, Майкл. Ты же пилот, наверное. Так, все отлично. Ура! Ура! Посадка удалась успешно. Хорошо, друзья. Давайте-ка мы выберемся на дорогу. Вот такая вот пустыня. Вообще пока что ничего нет. Одни горы, скалы, но тут есть некоторые поселения, даже есть аэродром. Спавним тачку и вперед в путь. Все отлично. Я заспавнил классику американского жанра. Это Ford. По-моему, это Ford Raptor, если я не ошибаюсь. И давайте-ка мы отправимся в путь. Посмотрим, как все обустроено. Но, конечно, это просто пустыня, но она ставится безумно легко и просто. Можно сказать, как автомобиль. Да, то есть, если вы умеете ставить машины, а именно добавлять их в GTA 5, то данный мод вы поставите на изи, потому что я его поставил с первой попытки. И все работает прекрасно. Для тех, кому нравится изучать что-то новое, либо исследовать, изучать и тому подобное, то, возможно, вам это понравится, друзья. Но я хочу вам показать интересное поселение, которое есть на берегу. Как будто, знаете, что рыбацкая бухта, как в Resident Evil Revelations 2. Кто играл, наверное, поймет. Надеюсь, я еду в правильном направлении. Конечно, можно ехать не по дороге, как вам угодно, по горам, либо еще по дюнам. Но я предпочитаю пока что спокойный маршрут. Вот. Вот та самая деревня, о которой я говорил. Ну, конечно, она пустынная. Тут никого нет. Тут также есть подобие мотеля. Нужно поискать его. Тут есть такая церковь. Чем-то напоминает Red Dead Redemption. Но мод называется Red Dead Desert. Типа красная пустыня, наверное. Ну, не знаю. Посмотрите, какие волны. Вот такая заброшенная деревушка, ребят. Очень атмосферно. То есть есть некоторые сооружения. Это не естественный архипелаг, остров, я бы сказал. Поэтому человек здесь бывал до этого. Кстати, машина очень быстрая, прям шикарная. Вот для такой местности Ford идеальный вариант. Ну, любой внедорожник, хорошо. Но хотя можно покататься и на Mitsubishi, там, и на Nissan Skyline, пожалуйста. Вот, смотрите, кладбище самолетов. Как будто бы, знаете, в San Andreas. Либо же в Call of Duty Modern Warfare 2. Modern Warfare 2. Кто играл, помните, да? Там была миссия, тоже кладбище самолетов. И была спецоперация. У меня вот прям такие яркие ассоциации появляются, когда вижу такое место. Но, конечно, тут легко перевернуться. Вот. Вот еще какое-то интересное место. По-моему, это мотель. Есть, да, 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 это он самый, друзья. Вот, смотрите, асфальтированная дорога ведет нас прямиком к мотелю. Но знаете, в чем минус? Даже есть машина, но минус в том, что забор не ломается. То есть, забор, он статичен. Ты его никак не сломаешь. К сожалению великому. А так, да, вот закусочная, динер, даже пару машин стоит. Но в целом это все пустынно. Благо то, что в прошлой глобальной модификации были пути трафика, пешеходов. Помните Лас Вентурас, да, вот Сан Фьерро я показывал. В будущем планирую показать также другие глобальные моды. Потому что это реально интересно. Лично для меня это как второе дыхание после GTA San Andreas. Такие моды изучать, показывать вам. Я думаю, это здорово. Хорошо, давайте ради разнообразия пересядем на Dodge. Посмотрим, что он сможет сделать. Вот Dodge Ram в таком интересном цвете. Желтым. Желто-черный. Давайте покатаемся немножко на нем. Но могу сказать одно. То, что Ford почему-то быстрее. То есть, у него больше максимальная скорость. Лучше ускорение. Есть некоторые зазоры на карте. Но в целом, конечно, карта не идеальная. В некоторых местах текстуры прям вообще низкого качества. Мод весит 500 мегабайт примерно. Его скачало где-то 20 тысяч человек. Это только с одного ресурса. По факту скачиваний больше, друзья. Поэтому имейте в виду, мод относительно популярный. Но не так уж и много скачиваний. Если сравнивать, допустим, Лас-Вентурас, то, конечно, там будет скачиваний больше. Ибо Лас-Вентурас это классика, которую все хотят видеть на движке Rage. Эту пустыню не все, наверное, хотели видеть. Возможно, это из какой-то игры. Это, кстати, место, где добывают нефть. Как я полагаю. Там есть также подобие большого уха. Посмотрите налево. Там большое ухо, как в GTA San Andreas. То есть, такая антенна стоит. Офигеть. Может, тут телескоп даже. Я точно не уверен. Но есть такая аналогия, как будто это из GTA San Andreas. Потому что тоже кладбище самолетов. Тоже большое ухо. Правда, я не помню, была ли там рыбацкая деревня. Возможно, была, кстати. Знаете, некая такая реинкарнация той самой пустыни. Но, по сути, нет. Это другая пустыня, я так полагаю. Просто некая теория заговора была в моей голове. Ну, ладно, друзья. В принципе, не хочу растягивать. Я вам показал суть модификации. То, что добавляется остров. Добавляется такая пустыня на востоке карты GTA V. Спавним машину. Катаемся, изучаем. Вроде есть пещеры. Можно забраться на большое ухо. Можно забраться на вершину горы. На пик, так сказать. И тоже там почилить. В принципе, все. Не хочу растягивать. Всем спасибо за просмотр. И вот я добрался до края, походу. Ну, по сути, там тоже есть место. Либо это оригинальная карта. А, да. Это оригинальная карта. Виднеется. Но, по сути, я добрался до края именно данной пустыни. Хорошо, друзья. Всем спасибо за просмотр. Гаврила показывал Эйди. И вот такая карта для GTA V. Вон еще наверху что-то виднеется. Но можете попробовать изучить сами. Так что, всем удачи. Всем пока. И до новых встреч. Адьос. Ари Деварчи. Ну и, конечно, хочу сказать спасибо этому человеку за первую подписку на Патреоне. Спасибо, Илья. Это не может не радовать. Если вы желаете поддержать канал, вы можете сделать это на Патреоне, став патроном канала. Ссылка будет в описании.